После этого шиперских артов с Луны и Ви стало очень много. Да. 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 Много. Много артов. Всем, ребята, здоровья, с вами Ростова, и сегодня у нас реакция на адский босс Звездная болезнь. Сезон 2, серия 2. Но перед тем, как мы начнем реакцию, я хотел бы вам прорекламировать в очередной раз мой канал с озвучками, где выходят всякие разные озвучки, на удивление, по разным фоном, такими, как Соник, Отель Хасбин, УЦЦ, Undertale и даже 13 карт в будущем. Уже сегодня, в этот день, должна выйти новая озвучка по Undertale, так что, если кому интересно, ссылочка будет в описании и закрепленном комментарии. Так же, как и на мой ТГ, будет ссылочка в описании и закрепленном комментарии, где выходят всякие разные новости, приколы жизни и так далее, кому, если интересно. А мы пока здесь погнали делать очередную реакцию на адского босса. Первая серия была про, можно сказать, предысторию Блица и Столуса, как они познакомились и так далее. Вторая серия будет тоже, по сути, про Столуса, но уже про нынешнее время. Ну, там больше, правда, про дочку Столуса, ну ладно. Короче, погнали уже смотреть. Интересно, эту реакцию я также доведу до 40 минут просмотра и так далее. В всех кругах преисподней существует безграничное число невероятных чудес. Сказочный свет умирающей звезды... Блин, это как вторая серия первого сезона, вот тоже красоты, красоты вселенной показывают. Грациозный вальс космической пыли сквозь туманности. Но раз в тысячи лет наш маленький уголок реальности озаряется феноменальным явлением. Из самых таинственных закоулков космоса, слезы на вечно забытого колосса собираются вместе. Слезы из надежды и мечтаний каждого живого существа, что так и не сбылись, и разбились по ночному небу, зрелищно погружаясь в пустоту. То, что смертные называют метеоритным дождем, нам видится в истинном обличии. Слезы азотота. Слезы азотота, понятно. Сейчас пойдет это вот... О, а что такое качество? Что так пошло? А, ну в ютуб просто жимать, скорее всего. Это уже какой-то тот самый... Блин, я забыл, как автора зовут. Ну, который про существа всяких разных, больших, огромных в космосе пишет. Я забыл. Эх. Папа, когда-нибудь ты покажешь их мне? Да, родная, обещаю. Он разве уже не показывал тебе только что? Ну ладно, может это воображение столб. Не знаю. Нам ничто не помешает провести его вместе. Спокойной ночи, моя собушка. Опять-таки видно, что Стеллс реально любит свою дочь. А вот Стелла нам не раз не показывали, что проявляла к своей дочери какую-то любовь. Может и проявляла? Ну я, честно, сомневаюсь, учитывая, какая она стерва. Фига себе, до сих пор помнит. Это то есть, он пообещал ей заранее за 10 там лет, и сколько там прошло, нифига себе. И у нее же календарик стоял. А, все, я вспомнил завязку этой серии. Все, я вспомнил. Че с битрейтом в этой серии? Такого раньше не было. Папа. Папа. Да знаю я! Скоро все привезут! Да, конечно, они будут осторожны! Пап, что происходит? Очевидно, твоя мать не в силах проживствовать и двух минут без полного отчета о ее хлам... Что? Нет, я не настраиваю ее против тебя, ты... Да, Стелла! Бедный имп... Не его жалко. К вечеру ты ведь сможешь освободиться, да? Что? О, едва ли. Зная твою мать, на это уйдут все выходные. Можете неаккуратничать, ломайте все, лишь бы поскорей достанете! А, да, Стелла начнет сейчас говорить, что это... Да ты ее настраиваешь против меня, на самом деле! Ты ее настраиваешь, это поэтому она к нам не так плохо относится, но это, да, тоже вот это типичное. Что? Что ты сейчас сказал им сделать? Но сегодня мы должны... Это после развода. Давай оставим это на руке. Сразу же. Твоя мать ведет себя как СУЧКА. Ты меня, блядь, за буря! Сучка. Вот-то я знал, что ты читаешь по буквам. Ни разу не видел тебя с книгой. Ненавижу тебя во всем. Или как СТЕРВА. РВА. Да. Снайте! Снайте! Как так? Отец забыл про то, что он обещал кучу лет назад? Из-за своей жены, сервной. Ну, блин. Ну, это детская обида. Ты бы хотя бы ему сказал бы реально тот самый разговор. Ха, нормально. Прикоративная зарисовка Блица стоит на месте вирусики. Ты бы хотя бы сказал, в чем причина, типа... Пап, ну ты же обещал. Тогда бы у него хотя бы вопросы какие-то появились. Он же, блин. Для, конечно, для нее... Вообще, в принципе, изначально является, наверное, ужасом и несчастливым, что он, в принципе, не понимает, о чем она. И то, что он забыл, что в этот день что-то должно было быть. Но все равно, блин, столько лет прошло. Так, ади хотя бы, блядь! Хотя, опять-таки, Столлс же говорил, что у нее память хорошая. А почему он забыл? Он же Блиц с первого взгляда вспомнил про него. Поэтому... Ну, Стелл на нее-то сильно влияет. Отличный бросок, милая! Я так горжусь тобой! Ё-моё! Из-за чего бисербор, милый? Блиц наконец-то обсудил с ней отношения с Клей. Мокси так кайфует от этого всего. А, тот сам разговор имеется за с луной. Мне просто кажется, что капелька усилий помогли бы тебе стать более дружелюбной. Я очень дружелюбная! Ну, как это делать? Светы, ты такая плохая, может отрастешь яйца и уволишь меня! Окей, ладно, может... А может так и сделаю. Что? Ой. А возьму я трачу, милочка. А вот так вот, я терпел слишком долго. А теперь иди и сядь за свой стол! Ты же её отец, хоть и на бумаге, но отец, поэтому ты должен её взять в лайца, влайца, яйца в кулак и показать, что ты главнее, Блиц. Фига стелс пошёл. Если позволите, вы всё правильно сделали. Если мы не можем позволить себе квалифицированного секретаря, то как люди могут доверять нам, изничтожать и калечить своих врагов? Всё во благо бизнеса. Ой. Да, а из-за того, что она посралась бы лицом, она ничего не сказала и никак не отреагировала на это, понятно. Вот ведь повезло. Нормально. Шутки, шу, шу, шутки, Блицо, не пиздать. Нормально такая шутка, гримуар. Гримуар, это тебе не шутки. Огурчики. На глазах. Нормально. Луна! А, да, к тебе посетитель. Ну-ну. Где-то я... Отправь меня к звёздам, в итоге она её отправила на Аллею Славы, понятно. Ёптую мать. Он... Он призиком... Стошнило его. Нормально. Охрена. Это моя зона, сука. Взяла свой обосранный костюм и съебала маху из моего угла. О, господи. Бог вам... Что? Бог вам президент? Что? А, презирает? А зачем тогда вообще Луне нужна маскировка? И зачем вообще всем нужна маскировка? Просто скажите, а это костюм. А почему ты его носишь? Сегодня же вроде не Хэллоуин и вообще никакой не праздник. А я просто люблю носить костюмы. Это типа как Фури, только я не Фури, я беса... Бес просто. Беса Фури. Хотя Луна может сказать, что она и Фури. Костюм просто обглядела. Но вы ему вроде нравитесь, сэр. Может он всё поймёт? Окей, мой хуй пиздат. Но он не настолько пиздат, Мокси. Сэр, боюсь, что у нас нет выбора. И чё мне типа позволить ему типа... Какая скромность, да? Эй, сто, у нас тут твоя дочь заходила. Спиздила твою книгу, уебала в портал. Хер знает куда, и мы не имеем ни малейшего понятия, как... Бармар так и сказал. Ладно, хорошо поболтали, пока. Фу, я думал, будет хуже. Ёб твою мать. Ооо, а он злой. Эй, вы можете мне... Как мне попасть? Я... Простите, где я могу посмотреть? На звёзды. Ну вот они. Под тобой. Звёздный тур. Как такое возможно? Неужели любой проходимый сможет зайти к вам в офис и забрать могущественный артефакт? Зачем ей это? Как нам её найти? Куда она пошла? Ну вот, переживает. С отчаянием, так что... Чё? Эл-ээй. Чё? Эл-ээй. Так, Луна, работаем быстро, зашли и вышли, пока нас тут не заметили. О, сравни с адом не отличишь. Ланта задела народ. Луни, след. Особенно в наше время. Как я должна учить хоть что-то в этом городе? Ты можешь справиться хотя бы с одним делом. А ты можешь справиться хотя бы со своим жирным задом. Я не... Знаешь, не много... Да опять, почему в моём фэтшеме-то? Я по-опять не могу... Смотрите, где он? Где он? Где у него жирный зад? Где у него что-то жирное? Где? Что его? За что его фэтшемить? Я не понимаю, откуда это пошло, Луна. С тобой всё нормально. Салат овремя от времени тебя не убьёт. Что? Чё, блядь? Но я не должен. И ты... Посмотрите на меня. Так, сперва-наперва. Если мы хотим провернуть всё как в старые добрые, нам нужна маскировка. Эх. Опять? Ух ты. Какой ламурный столс. А у тебя сейчас он такого прикида для нас не найдётся? Увы, нет. Боюсь, что без моего гримуара мои силы слегка ограничены в мире людей. Чё, заклинание, блядь, запомнить не можешь. О, а ты-то всё помнишь. Какой у него номер телефона? Дуй в хуй. Вот именно. Такой. Нормально, ты можешь туда просто очки взять, забрать. Чё, начнёт застанить мою лютейшую демку. Это просто чума. На пять с плюсом. Самое то для потанци... Да, раньше они парились о том, чтобы скрываться от людей. Сейчас они вообще не парятся. Вообще абсолютно. Ну, нисколько. Сулик с мелкой леди. Ох ты, это вы сделали? Спасибо. Эй, 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 стой, амба, братуха. Вот правда, я не понимаю. Если они не маскируются, зачем-то это с Толсу и... Луни маскировка вообще нужна. Ну, просто сойдите, скажите, что вы фури, фури сьюты надели. И всё. Если они не парятся, чё им-то парятся? Я не совсем понимаю. Ты можешь просто уйти и послать его нахуй. Ну, тиск Макс. Милли, этот человек вложил сердце и душу в свою работу. Я не могу вернуть его, как какой-то мусор. Хотя и похож. Нешко странно Макс. Чётный у тебя костюм, чел. Метал, блядь, ровет. Костюм. Костюм. Ну-ну. У меня появилось... Очень реалистичный костюм. У меня появилась идея. А слева вы можете наблюдать дома, который из инфлюэнса. Опять вот этот вот, который показывал дом этого богатея из 4 серии. Что считает себя пупом земли, поскольку начал сниматься в ТВ-шоу. Нормально. Ладно. Обычное дело в Голливуде, да? Господи. Вы посмотрите! Это же звезда Голливуда! Макс Ман! Что, блядь, за Макс Ман? У неё на Маке YouTube, что ли, логотип? О, божечки. Ну, кстати, мне кажется, если бы Блиц, он бы в человеческий облик принял бы, он бы так же, так выглядел примерно, да. Почему в магазинах продаётся та же, от, от, дентичной одежды, которую носят на Билл Борде тот самый Макс Ман? Твоя странная шлюха, в виде мужа! А, решили спеть, а так успеть. Действительно, им нечем больше заняться, вот только попеть под публику, конечно, нечем больше заняться. Ага, правда, особенно. Холли Свуд, а, Холли Свуд, я понял. Нормально. Мне что, Дим Плате, что ли, мало? Ага, чё, чё, тебе нахуй отсюда, в салфу гоняешь! Пошли, милый, нам ещё Блиц отогнать надо, пока! Эй, интересуют картины? Что? О, Миросика, ничего себе. Мне не нравится. Фури, аниме, а Соник, Наруто, Дакимак, у-у-у, ну всё, ну всё, ну всё, ну всё, па-па, всё, па-ня. Нормально. О, Бэтмен. Нормально вышли. Мистер Ман, мы вас везде обыскались. Вы должны были быть на сцене ещё час назад. О чём это ты, бери? Тоже с такого голоса. Вы гость на шоу? Дорогая я дома! Ой. Съёмки ветер, я не знаю, что давайте живём в машине. Ау, нет, 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 я никуда не поеду, Бисквит Малофейный. Хотя у нас уже как давно, ну, то есть если без ввп нас смотреть, нету рекламы. Ну и всё равно чё-то я как-то... Видём, та самая очень старая привычка уже осталась. Я не забыл, каково это, рекламу смотреть на ютубе. Эм, тот чувак из третьей серии с Ирусикой. А, геи Мистера Мана. Блиц, у нас нет времени. Вия может быть где угодно. Она может быть в опасности. Не ссы, план есть. Ну не поищи Вию, мы вас догоним. Есть и до этого дела, конечно. Да, мы с тобой команда, милая. Она в надёжных руках. Да. Эм. Нормально. Звёздный путь. А, звёздный путь, студия. Нормально они его. Там глаз на зачем двигаться. Малюйте его, готовность на пять. Чё? Пять чего? И я не могу играть в ситкомик. Мог бы зазвездиться до того, как подписывал с нами контракт. Я, 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 я даже реплик, блядь, не знаю, дебил. Что ж, поэтому бог изобрёл телесуфлён. Будет репетиция или подобное. Ничего не знаю. В эфире ещё есть 10-9. Так это, так работают снятия синком... Эт, это, съёмки ситкомов, да? Просто без сценария, без всего, да? Снимаем на пуфик. Вообще. Жопа, 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 я... Я не могу, нет, не снова. Я не выступал с тех пор, как... Блиц, если на сцене ты хотя бы наполовину так же хорош, как и в постели, у них дыхание перехватит. Вот как. Ладно. Нормально, я так прибодрил. А, так и не понимаю, а почему они не могут просто взять и нахрен уйти? Ладно. Так что, скорее, срази их, чтобы мы продолжили поиски Ви. Ни пуха, ни пирамиды. Эм... Базур! Дорогая, я дома. Потому что это наш сосед Ронни. Ты заметил то землетрясение ранее? И фига, я его сплющил. Скажи, что? Просто моя жена с кровати, что-то... Скажи, что? Просто моя жена с кровати свалилась. Очень смешно, очень смешно. Оборжаться просто. Смейтесь. Да, а потом эта сука, падая дальше вниз, долбанулась башкой и раздробила себе череп. Кровяка повсюду. Опасалась еще. Рил, смейтесь, давайте. И мужик такой, серьезный такой, Джон Джейна Джеймсон такой, типа... Все, единственный, кто не смеется. А это, я так понимаю, деркаливание детства их, когда Солса его первый раз увидел. И он смеялся над его шутками. Похожий, по крайней мере. О! И-и-и-и-и-инстаграмм. А! Че-то с ребенку... Ха-ха-ха! Помотки, блядь! Ребен такой... А-а-а-а! Помотки держит, нормально. Аж пена пошла. Виа, сет. 999 постов. То есть нормально. Она на земле, она делает фото на их там местную сеть. Потому что она на земле, а нормально. Нормально. Ничего из-за... Нормально. Ничего никого не вопросов. Допил бы кофе, че ты его разливаешь? Один год. Охай. Нормально. Слушай, ей поочередно удивление не все равно. Она прям обыскалась ее. Чувак, что вы данулся? Это уже пятый диван за год. Ха-ха-ха! Даже стол со уже... Не особо смешно. Думаю, самое время найти тебе новый дом. Где придется по душе твое поведение. Я возьму его, мистер Ронни. Для меня счастье приведет старого Логи и подарит ту заботу, что ему нужно. А вот эта вот девочка мне напоминает персонажей из Коты и не танцуют. Вот это там. Коты не танцуют, такой мультфильм был старый. Там главная злодейка вот так вот выглядела. Прям очень похож. И так же ноги рисовали. Мне кажется, это отсылка, скорее всего. Визуально. Да? Да, может, тебе стоит приютить. Они такие милые, а еще грустные. Возможно, вам стоит взять этого. Тихий, прыткий кобель. Идеально подойдет для всего, что у вас нужно. Я не ищу полуживой труп. Мне по кого-нибудь посемейнее. Подарок жене, да. Хорошо. У нас большой выбор всеразличных гонщиков. У нас большой выбор. О, это, это просто луна. Ходячий кошмар. Ужасное поведение. Она покинет это место в следующем месяце, как стукнет 18. От себя скажу, путного из нее ничего не выйдет. Ну, что-то он не нашел. Нет, 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 ты не заберешь ее. Она моя, и я люблю ее. О-о-о-о. Ёптую мать. Я иду, блин. Простите, не могли бы... Че? Что? Это че, огненная какая-то вода? Что? Ёптая, что? Че происходит, блин? У кого-то там сиськи горят. И отыщем наших дочерей. У него пресс прям просвечивает. Ха-ха-ха. Ой, какая муть. Плачет. О, перепутилась. Эй, как ты нашла меня? Твой инстаграм. Классные фотки, кстати. Эх, спасибо. Ты в норме? Чувствую себя... Ну, она должна найти общий язык с Луной, учитывая, что они как бы похожи. Можно так сказать. Я полный дуры. Я весь день уверена после места, чтобы увидеть тупой метеоритный дождь. А в итоге получила... Это... Пустое небо. Туман. А, из-за огня. Скорее всего. О, нормально. Кстати, ребят, курение убивает. Если вы не знали. Знаешь, батюк твой реально волнуется о себе. Да. Я именно поэ... Ну, учитывая, ну... Существует, зада курит. Курение убивает. Поэтому здесь ты. Он не смог сдержать обещания, а теперь еще и не может забрать меня сам. Ведь ему куда интереснее орать на мою мать. Вообще нет. Почему он ненавидит ее больше, чем любит меня? Ну, вообще-то нет. Он тебя очень сильно любит. Ну, мать твою ненавидит. По очень довольно-таки понятным причинам, которые, ну, она, видимо, не знает. Ну, а если она бы узнала бы, что она еще и на него убийцу заказала, чтобы его убить, я бы не знаю, о чем она подумала бы. Но это потом. Иногда... Иногда все не так-то просто. Дела эти боком выходят. И у всех есть свои загоны. Особенно у отца. Ну, и проебываются иногда, ну... Да, постоянно. Но... Это же не значит, что им плевать. Если ему не плевать, то где он? Вон там где-то бродит. Он здесь? Тебя еще... Ну, да. Нет, ему вообще насрать. Слушай, пойди разок ему на уступок. Иногда он будет этого не понимать, но... Он старается. И это куда важнее. О, луна. Свет. Ну что, пошли? После этого шиперских артов с Луной и Ви стало очень много. Афиг. Да. Да. Много. Много артов. И фастиков. Так, нам лишь бы найти, где... О, сами нашлись. Ах, луна, крошка моя, девочка. Прости, я никогда тебя не заменишь, чтобы ты не учил. Эээ. Договорились. Нормально. Пап. Любовь покажет свою. Прошу, прости. Я так рад, что ты в порядке. Но почему ты вдруг пошла на такое? Я же еще не учил тебя таким заклинаниям. Я просто хотела увидеть звезды, как ты и обещал. Звезды? Слезы Азатота. О, нет, о, моя милая Ви, я такой... Знаю, пап, все хорошо. Главное, что ты здесь. На удивление, у меня даже мурашки пошли почему-то. Я не знаю почему, честно не могу объяснить. Это что за хрень? Моя актерская карьера. А в оригинале так же была проблема такая с битрейтом, с композингом? Так, а где блять? Или это с чем я не... А, кстати, да, точно, а где Мокси с Милли? Ну, я где-то до сих пор, что ли? Господи, там Мокси расплатиться не может, все раскупает. Господи боже мой, Мокси, блять. Потреблять, так скажем. Мокси потреблять. Нахрена он себе набрал найти... Господи боже мой. Мокси. Нормально. Человека, который они заказывали, просто взяли и убили. Не, нормально. Вообще, ну, ничего не смущает. Марш, мистер. Ну, зачем тогда он все это покупал? Дали бы хотя бы с собой взять. Господи боже мой. Нахрена... Блин, ну... Надо было раньше это сделать, Милли. Надо было раньше его под жопу ему пнуть и... Эх, ладно. Моя милая, адская искра... Ну, у меня Милли и Мокси просто не нашлось места в сюжете, поэтому надо было как-то вывести. Огнем любви объят для тебя я взят, смотри. Чё там? Я зажгла... А, ну тут... Огнем любви объят для тебя я взят, смотри. Оказался. Мокси, Милли, Оставия, ребенок, Стелла, диджей, художник, рокерша, фанатка, актрисы, работающий приют, актер, актриса, девочка. Свечок, в моем сердце, что живет, вонючка, что пойдет за мной, куда жизнь не позовет, ты гормония в любой стиле, шок, ищина, по которой все хорошо, ты то, о чем хочу я думать. Не, ну в этой серии есть прикольные моменты. Ну и бреда, конечно, тоже хватает, но, блин... Просто, мне кажется, серьезно воспринимать адский босс его и не стоит. Многих просто раздражает то, что, типа, адский босс уже находится в одной серии над Сотельным Хазбин, и, типа, получается, для Телли Хазбин канон вот такой мир людей, где абсолютно долбаны живут, и которых, ну, просто при них спокойно можно ходить в виде демонов, они ничего не заподозрят. И убивать направо и налево любого человека можно. Ну, если раньше хотя бы говорили о том, что, типа, надо убивать только те, кого заказали, то сейчас вообще пофиг. Милли просто взяла и просто убила вот этого человека, который отдал диск Мокси. Просто. Потому что, ну, ну, захотела. Ну, ну, потому что, ну, почему бы и нет. Ну, ладно. Ну, да, что-то именно в этой серии какая-то реально проблема с битрейтом, я не знаю. Я, наверное, уже задолбал с этим битрейтом, но реально я не знаю, какая-то странная фигня. Ну, ладно. Короче, в общем, нормальная серия. Сойдет, но прошлая мне даже лучше, больше понравилась. И вообще прошлые серии. Ну, седьмая серия вообще первого сезона самая лучшая в сезоне, в первом. И по просмотрам, которые мне собрала эта реакция, заметно тоже. Ладно, ребята, в следующий день, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы вы приходили на мне и стримах в видео в будущем. Ну, то есть, ссылка на оригинальную серию, на X2Play, ну, сейчас X2Play, сейчас будет уже Савик Тим, на мой сериал-канал в описании под этой реакцией. И всем же на здоровье и, конечно же, мира. Всем пока-пока.